Как добавить подсказку на ваше видео? Чтобы добавить подсказку на видео, вы можете выбрать его в творческой студии, как делаю я, или же зайти на свой канал и выбрать любое опубликованное видео. Также вы можете добавить подсказку после того, как только загрузили ваш ролик на YouTube. Например, я хочу добавить подсказку на данный ролик. Я его открываю и вверху выбираю подсказки. Нажимаю добавить подсказку и выбираю, какую подсказку я хочу добавить. Это будет видео, ссылка на плейлист, ссылка на канал, ссылка на веб-сайт или же вы хотите добавить опрос на ваше видео. Я покажу по каждому пункту, как это добавляется. Начнем с видео. Выбираем видео или плейлист, создать. И нам предлагается видео на выбор. Но здесь могут быть не все видео с вашего канала. На самом деле вы можете взять вообще любое видео, которое есть на YouTube. То есть у нас, например, тема про теги и на другом канале, который у нас называется «Видео для бизнеса», я нахожу тематическое видео на эту тему. То есть как подобрать, где искать эти ключевые слова. Нажимаю поделиться, копирую ссылку, прихожу сюда, вставляю. Могу изменить текст тизера, то есть написать какой-то свой текст, какой-то призыв. И после этого создаю подсказку. Подсказка выглядит вот таким вот блоком. Я могу ее по таймлайну таскать в любое угодно мне место. Важно правильно выбрать место появления подсказки. То есть я не рекомендую, например, размещать подсказку близко к началу видео, потому что тем самым вы убиваете удержание вашего ролика. То есть лучше, если подсказки будут размещаться уже ближе к концу или в тех ключевых моментах, где точно будет переход по этой подсказке. Например, вы в видео говорите про то, что вы можете воспользоваться сервисами для поиска тегов. И в этот момент в верхнем правом углу появляется подсказка, какие же сервисы вы можете для этого использовать. То есть это уместное употребление подсказки. Просто хаотично, бессистемно натыкать подсказок на какие-то рандомные видео, это не будет работать, это только хуже для продвижения ваших роликов. То есть важно, чтобы по вашим подсказкам были переходы. А для этого нужно грамотно их расставить по времени и по смыслу. Я здесь для примера не буду отсматривать полтора часа стрима, я просто поставлю, чтобы вы видели, как это делается. То есть, например, вы слушаете ролик, вот у нас нужный момент, и в этот момент вставляете вашу подсказку. В видео можно ставить целых пять подсказок. Это не обязательно, но это возможно. То есть если вы можете добавить пять подсказок, которые будут релевантны, можете это делать. Следующую подсказку я покажу на примере плейлиста. В следующем также делается, как и с видео. То есть мы можем выбрать или из предложенных на плейлистов, или найти на своем канале плейлист и добавить ссылку. Я на этот раз выберу из предложенных. То есть я выделила, создать подсказку, и у меня вторая подсказка. Тут такой момент, что у меня таймер стоял на месте, и сейчас две мои подсказки, они наложились друг на друга. Чтобы не перепутать подсказки, здесь они тоже отображаются. То есть вы можете выбирать и смотреть, какую подсказку в какой момент вы ставите. То есть у нас видео осталось на пятьдесят семь, плейлист мы подвинули, например, на час четырнадцать. Следующая подсказка – это канал. Например, если у вас была какая-то коллаборация, то вы можете оставить в подсказке ссылку на канал своего коллеги, человека, с которым вы проводите коллаборацию. Опять же, вы можете сделать поиск по каналу, или же ввести напрямую его уру. Заполняем сообщение, заполняем текст тизера и создаем подсказку. Следующий тип подсказки – это ссылка. Выбираем сайт, нажимаем далее, заполняем обязательно призыв к действию и текст тизера. Согружаем картинку и создаем подсказку. Опять разносим по времени. И осталась у нас эта подсказка в виде опроса. Нажимаем создать и здесь у нас есть поля для того, чтобы ввести вопрос и варианты на него ответа. Если у вас предупреждается больше, чем два ответа, то вы можете добавлять столько вариантов, сколько вам нужно будет. После этого создаем подсказку. И опять же, разносим ее на другое время. Вот у нас пять типов подсказок в одном ролике мы разместили. Они автоматически сохраняются, то есть нажимать сохранение не нужно. И теперь, если в вашем ролике есть подсказки, они будут видны вашим зрителям. Важный момент. Если вы добавляете в подсказку видео, скрытое от доступа, то есть запланированное видео или видео с ограниченным доступом, то эта подсказка не будет видна. То есть вы ее создадите, вы как бы заполните поле вот здесь, то есть у вас будет меньше возможных подсказок, но при этом это как бы будет пустая подсказка. Видите, зритель ее просто не увидит. Поэтому следите внимательно, что видео, в которые добавляете подсказки, обязательно были уже доступны в открытом доступе. Давайте же посмотрим, как выглядит в итоге наш ролик с подсказками. Как это отображается? То есть вот у нас идет ролик, в нужный момент появляется подсказка, но при нажатии мы можем увидеть все подсказки, которые мы добавили. Если вдруг возникает необходимость удалить какую-то подсказку, то опять же мы просто нажимаем изменить видео, заходим в подсказки и изменяем или их время на таймлайне, или же нажимаем редактировать и здесь у нас есть корзина. Нажимаем и удаляем подсказку. Вот таким образом работают подсказки в видео на YouTube. Надеюсь видео было вам полезно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok